Всем привет, друзья! Перед тем, как мы перейдем к основной теме ролика, отвечу на сегодняшний главный вопрос. Почему я поменял аватарку и кто вообще нарисован там? Он же на меня вообще не похож. Что ж, друзья, в день, когда вышла третья часть 67 серии, Дефугум написал некому ютуберу в чате, что 67 серия еще не закончилась. То есть он имел ввиду, что будет еще и четвертая часть. И получается, я в тот момент только-только закончил разбор третьей части. И, по-моему, времени была глубокая ночь. И после того, как я опубликовал анализ и решил зайти в телеграм, я офигел. В каждом телеграм-канале по тематике скиппетитулит я увидел этот скриншот и подумал, что это фейк. Сразу сделал пост и потом еще и записал голосовое сообщение, где сказал это. Какая четвертая часть? Я не верю. Вот кардинально. Вот прям не верю, что четвертая часть выйдет. Я думаю, это фейк. Если все-таки окажется, что это реально Дефугумум ему написал и он реально не врет, я на один день поменяю свою аватарку и поставлю лицо вот этого чела. Вот этого блогера. То есть я реально не поверил, что в 67 серии может каким-то образом появится четвертая часть. Почему я так подумал? Можете послушать полностью это голосовое. Кому интересно, ссылку оставлю в описании. Но не суть. После того, как я на эмоциях сделал это заявление, я решил проверить, а может реально стримил JustCody не врал и это был не фотошоп. Потому что я привык проверять самого себя, так как имею большую аудиторию и не хотелось бы распространять фейк. Поэтому я начал расследование. Сначала я заметил его видеоролик, где он 12 минут рассказывает, что Дефугумум реально был на его стриме. И в этом же видеоролике он делает разбор третьей части. А отмечу, что он стримы не сохраняет, поэтому проверить никак нельзя. Но в принципе я поверил этому видео и уже хотел сделать пост, что все-таки четвертая часть будет. Но я решил все-таки на 100% удостовериться. В описании под этим роликом я нашел его инстаграм-страничку JustCody и написал ему лично. Рассказал всю ситуацию и сказал, что если ты прав, я поставлю твою аватарку на 24 часа вместо моей аватарки на официальном моем ютуб канале. Скоро вы узнаете, что он мне ответил. Но пока я ждал его ответа, ради интереса захотел найти другие зацепки. И случайно наткнулся на пост фанбума, где он сообщает, что популярный зарубежный ютубер Элит Камерамен поделился скриншотом. Где Дефуг ему пишет, что 67 серия еще не закончилась. И в конце добавляет, что он может эту информацию использовать для своего ютуб канала. Тут я уже полностью запутался. Ведь обычно Дефуг не пишет ничего разборщикам заранее. Однако, походу, в этот раз он сделал исключение. Кто не знает, Элит Камермен это самый крупный англоязычный канал по анализу скибиди туалет. Поэтому тут я уже был на 99% уверен, что четвертая часть выйдет. И зная, как Элит дорожит своей репутацией, он бы не стал распространять фейк. И после этого я получаю сообщение от того самого Джаст Кози, где он ответил на мой вопрос, будет ли четвертая часть 67 серии. Он написал мне, я не уверен, возможно Дефуг Бум троллит, но он действительно говорил это в моем прямом эфире. После его фразы, что возможно он троллит, я такой, опа, и решил чекнуть календарь. Но оказалось, что 1 апреля еще очень далеко, так что смысл ему троллить в принципе не имеется. И в этом моменте я уже понял, что я облажался и придется выполнять наказание. Именно поэтому вы видите мою аватарку вот в таком виде. Мне повезло, что я не сказал что-то еще, по типу, побреюсь на волосы или создам костюм туалета. Как же я рад, что не стал шестить с наказанием и обделался лишь аватаркой. Однако я все-таки решил добить этот вопрос. И чтобы у меня уже не было сомнений на этот счет, написал лично Алексею. Пока мы ждем его ответа, давайте перейдем к теме ролика. И попробуем разобраться, что же будет в четвертой части 67 серии с Кибиди Туалет. Для начала хочу вам сообщить радостную и эксклюзивную новость про игру Туалет Вар. Дело в том, что после появления Team Man of Titan 2.0, многие игроки начали просить разработчикам добавить этого персонажа в игру. Чтобы мы могли играть им и почувствовать на себе всю эту мощь. И оказалось, что данный персонаж появится в игре, его уже разрабатывают. Конечно, он выйдет не сразу, так как нужно время для реализации, чтобы как можно качественнее его сделать. Однако уже сейчас вы можете скачать игру по ссылке в описании, чтобы подкопить чипов и как только Team Man of Titan 2.0 появится в магазине, сразу его купить. А также я оставлю в описании все промокоды, с помощью которых можно бесплатно заполучить чипы для успешного старта. В общем, скачивай игру по ссылке в описании, играй вместе с нами. А мы продолжаем. Еще перед появлением улучшенного Team Man of Titan, я уже говорил о том, что Defug сделает сцену, где мы в одном кадре увидим всех трех Титанов. И как раз таки после событий первых трех частей, не будет лишним, если четвертая часть начнется так. Team Man of Titan дает свою руку камерамену Титану и потом спикермену Титану, чтобы те поднялись. Так как они очень ослабли после последних боев и особенно после ловушки, понятное дело, что если бы не появление Team Man of Titan, они бы вряд ли выжили против ученого Джимана. Также, скорее всего, это будет идти под музыку из 57 серии. Однако, кроме этой легендарной сцены, кстати, которая будет очень похожа на эту сцену из 66 серии, нас будет ожидать другие сюрпризы. Хочу напомнить вам, что в описании к третьей части Defug написал «У каждого есть свои слабости». И если задуматься, то нам показали слабость каждого персонажа. Слабость Джимана — это его боязнь. Слабость камерамена Титана — это беззащитность гипноза от экрана. Слабость спикермена Титана — это его неумение отдавать сдачи своему брату, даже если он под гипнозом. Он слишком добрый и не хочет причинять вред камерамену Титану, ведь он сам был злым, не по своей воле, и знает, каково это — не контролировать себя. А также Defug показал слабость клон версии ученого. Его голова не смогла выдержать силу ядра Тивмена Титана. Однако, вот в чем вопрос. Нам не показали слабость Тивмена Титана, хотя в описании прям говорится, что у каждого должна быть какая-то слабость. То есть у Тивмена Титана в том числе есть какая-то, блин, слабость. Конечно, то, что я сейчас скажу, это лишь моя теория, однако оно настолько круто звучит, что возможно реально случится. Я предполагаю, что Defug все-таки продел серию до четвертой части именно по этой причине. И понятное дело, слабость в физическом плане у него вряд ли имеется. Или же, если даже имеется, для победы над ним силой, скипите туалетом нужен огромный и гиперсильный боец, которого они на данный момент вряд ли имеют. Но что тогда под словом слабостью подразумевал Defug? Так, давайте подумаем вместе. Мы все знаем, что Дуэль Титанов это было круто, однако Трио Титанов еще круче. Конечно, он нам покажет битвы, где они втроем уничтожают всех подряд. Однако, это будет не сразу. Тивмену Титану нужна сейчас крутая и важная цель, чтобы добавить еще больший интерес к будущим сериям у зрителей. Например, почему бы настоящему ученому не телепортироваться и не взять с собой камерамена Титана в плен? Абсолютно неожиданно. Так как на данный момент это самый подходящий момент, чтобы сделать такой хитрый ход. А как мы знаем, скипите ученый и славится тем, что очень умный и думает на вперед. Это и может стать слабостью Тивмену Титана. Если туалеты будут шантажировать и говорить, что они убьют камерамена Титана, то он не будет так сильно газовать на скипите туалетов. А в это время скипидисты будут разрабатывать достойного противника Тивмену, чтобы они могли иметь хотя бы какие-то шансы против него. Но почему бы им не взять в плен с пикерамена Титана? Расскажу. Камерамен очень ослаблен. У него нет циркулярной пилы, а также отсутствует линза на камере. И ученый без проблем сможет его с помощью гипноза приблизить к себе и с ним же телепортироваться куда-нибудь далеко. То, что я вам рассказал, это моя теория. Но все равно надеюсь, что что-то такое мы увидим в будущем, так как согласитесь, звучит очень круто. И понятное дело, никто кроме Алексея не знает, что будет в четвертой части. Однако, я не думаю, что нам покажут нового злодея со стороны скипиди туалет. Мне кажется, на данном этапе Дефубум будет знакомить нас поближе с новым Титаном и покажет еще больше его способностей. Напишите обязательно в комментариях ваши варианты, что он придумал на этот раз и что, по вашему мнению, будет в будущем. А тем временем, кстати, Дефубум мне ответил на мой вопрос. И он написал, да, выйдет. Почему я переспросил это? Потому что у Elite Cameraman и у Just Cozy он не писал четвертая часть. Он писал, что будет продолжение. Если честно, я тогда в голове крутил такую теорию, что он специально обходит это, так как будет что-то другое, новое, чего еще никогда не было. Например, альтернативная версия 67 серии. Или реальная версия 67 серии. Что, если то, что мы увидели, это просто иллюзия. И на самом деле, под продолжением он имеет в виду именно это, а не четвертую часть. Но после того, как он ответил мне, что все-таки четвертая часть выйдет, так как я прям в вопросе написал четвертая часть, это означает, что все-таки я чуть-чуть все усложняю. Ну, как говорится, друзья, ARM это ARM. Пока я все до мелочей не раскопаю, не успокоюсь. Ну, такой у меня характер. Именно по этой же причине у меня до сих пор готовится ролик о конфликте Дэфу Бума с группой зарубежных ютуберов, которые кидали ему страйк. Однако я надеюсь, что смогу завершить этот ролик уже очень скоро. Подпишись обязательно на мой канал и жми колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики и всегда быть в курсе новостей скибиди туалет. Всем спасибо за просмотр, всем удачи!